Сегодня завершается пятидневный тур по Беларуси народной артистке России Лии Ахиджаковой. Учера постановку з'явил дело «Мой унук Виньямин» по пьесе Людмилы Улицкой. Змогли убачить Жихары Гомельшины. На спектакле побывала и наш корреспондент Марина Джалая. Лия Ахиджакова шмат-гадовни была на белорусской земле. Тому аматоры творчества этой девосной актрисы скрыстались мягчимостью отриматься салоду от ее неполторной игры на сцене драматичного театра. Среди прихильников, которые с нецерплевостью ждали этой встречи, была и наша сдимочная бригада. На спектакле люди начали збираться за полгодины. Причим, что приемно уразило, многие были с пригожими букетами. Среди глядачей большинства люди сталого взрослого. И это зрозумело. Лия Ахиджакова для широкого поколения – приемная ассоциация с юнаством и молодостью. Ее творческие образы, яскравые, забавные, трагикомичные, знакомые каждому и близкие многим. У спектаклей, представленном у областным драматичным театры, Лия Ахиджакова повстала в образе уладарной женщины «Эсфир», якая больше 40 лет тому стратила на войне амаль всю свою семью. И зараз живет с доросным сыном Левой, для якого вырышила знайсти невесту. Але выключна с Яурейской, як и сама семья. И зробила гэта подчас поездки уродный Бабруйск. Ой, она плачала. Она такая маленькая, знаешь, светленькая. И глаза эти. Вот не понимаешь, как будто Господь Бог на тебя смотрит. Не глядяши на протесты родных, «Эсфир» на проломы деда своей мары. Пожанить Лёву и Софью, протягнуть рот и дочекаться внука. Навад имя она сама для его придумала – Вениамин. Угон расвайгоня божчика мужа. И сын с початку не устанет супредстоять матчаной бескомпромиссной воли. Вчера я ему говорю, Лёва, сынок, завтра вторник. Ты уже должен девочке сделать предложение, иначе она будет думать, Бог знает что. И что? Да что, что? Заладила. Вот пошли подавать эту заявку. Лёва всё-таки ожанился Софьей, але одразу после веселя у промым сенси сбег от жёнки у Новосибирск, где проходили его навыковые доследования. А девчина засталася жить у свякрови, небыто у палонии, своего смутку и иллюзорных чаканев эсфир на тое, что всё ещё уладится. А потом у сенадеи разбураются, как карточный домок. Софья оказалась не яурейкой, я её дочарыли в маленстве. Лёва досылает лист с просьбой, да помогчись касавать шлюб, бо знайшоу себе женщину по сердце, и они уже чакают дитя. Дночасово высветляется, что тяжарны от своего былого одноклассника и Соня. И тут всё завершается не чакана. И эсфир свою неутаймаванную энергию скеровое у новое русло. На тяжарность Софьи и чакание заявлений на свет и её дитяти, какого она уже загадя лечит своим унукам, Вениаминам. Марина Джала, Яугин Макеенко, Телера, Део, компания Гомель.